Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Дело пахнет керосином. Сотрудники ФСБ прикрыли подпольный нефтезавод. Если жизнь после Мундиали, власти и общественники обсудили судьбу объектов, которые строятся к чемпионату. О самом главном в нескольких строках. Дети-сироты читают письма с войны в проекте нашего телеканала. Незаконный завод по переработке нефти обнаружили сотрудники ФСБ в Тольятти. Предприятие расположилось на территории бывшего завода «Фосфор». Именно там нарушители закона производили бензин и дизельное топливо без лицензии. На подпольном НПЗ обнаружили аппараты по переработке сырья, а также 50 емкостей для хранения готового продукта. Завод мог перерабатывать до 3000 тонн нефти. Полученное топливо продавали в Самарском регионе. Ежемесячный доход преступной группы сейчас оценивают в 20 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. До значных лиц, ответственных за выплату компенсации за жилищно-коммунальные услуги, ждет серьезная проверка. Об этом заявил губернатор Николай Меркушкин. Проверят как управляющие компании, так и два министерства энергетики и ЖКХ, а также социально-демографической семейной политики. Новая система соцвыплат, основанная на адресном подходе наиболее нуждающимся людям, начала действовать в регионе с марта. Сейчас компенсацию получили почти 90% льготников региона. Основная причина, по которой в остальных случаях выплаты не производят – долги за услуги ЖКХ самих жителей. Также сейчас идет мониторинг использования льготных транспортных карт. По его результатам, на первую половину апреля случаев превышения лимита значительно меньше, чем в прошлом месяце. По итогам мониторинга примут решение, каким категориям жителей необходима дополнительная поддержка. Часть самолетов точно необходимо будет поддержать по транспорту, а по всем остальным, кто перерешил, мы должны разбираться. Если объективные причины у человека, мы им будем дополнительно помогать. Что принесет Самаре чемпионат мира 2018 и как использовать эти плоды, сегодня обсуждали ученые, общественники и городские власти. В экономическом университете проблеме наследия. Мундиале посвятили целую научную конференцию. Целый день в УЗИ читают доклады и тут круглые столы. С тезисами познакомилась и Валерия Макарова. Спорт, туризм и волонтерство – три направления, которые получат самый большой толчок в развитии после чемпионата мира. Появятся новые туристические маршруты для гостей Самары, а любоваться городом станет удобнее и самим жителям. Появятся необходимые указатели и таблички. Та инфраструктура, которая в период подготовки чемпионата будет создана, именно большое количество и туристических указателей, и дорожно-тропиночная сеть в центре города, и благоустройство фасадов, оно позволит сформировать туристические маршруты по тем достопримечательностям, которые в большом количестве у нас находятся в историческом центре города. Каждый год на отдых в Самару приезжает около 800 тысяч туристов. Специалисты уверены, что эта цифра после Мундиаля увеличится до миллиона. Планируется, что стадион «Космос-Арена» после чемпионата будет принимать не только спортивные, но и музыкальные и культурные события. Что еще даст Самаре Мундиалей, как это использовать, обсуждают на научной конференции в экономическом университете. Чемпионат мира продлится месяц. А как быть дальше? Что делать с этими объектами? Вклад университета будет заключаться в поиске возможных эффективных решений, тех проблем с наследием чемпионата мира, которые надо эффективно использовать. Главные выводы участников конференции будут собраны в сборник и лягут в основу рекомендаций о том, как использовать наследие чемпионата мира. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Зарядные станции для электромобилей построят в Самаре уже в этом году. Пять комплексов установят вблизи бизнес-центров, новых домов и крупных отелей в Октябрьском, Промышленном и Железнодорожном районах. Сейчас в Самаре числится 51 электромобили. Это только начало, отмечают в электроэнергетической компании. Интерес к экологичным технологиям растет. Зарядные устройства начнут устанавливать уже летом. К одной установке смогут подключиться сразу два автомобиля. Время зарядки составит примерно 4 часа. Процесс будет полностью автоматизирован. Это антивандальная панель, которая размещается на стене существующего объекта электросетевого хозяйства. Это трансформаторная подстанция. Работать данные зарядные станции будут в полностью автоматическом режиме, без участия оператора. Зарядные устройства для электромобилей уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Всего в России насчитывается больше тысячи таких машин. Подготовку к общегородскому субботнику, который пройдет в Самаре 22 апреля, обсудили и на же недельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Активная уборка ведется уже с начала апреля. Сейчас город убран наполовину. Вывезли более 30 тысяч тонн мусора. Все закрепленные территории сотрудники предприятий и ведомств должны убрать до пятницы. Наводить порядок в своих дворах будут и сами горожане. Район и администрация готовы обеспечить жителей всем необходимым инвентарем. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил управляющим компаниям и районным администрациям оперативнее вывозить мешки с мусором. Точно мы понимаем, что мы работаем с 9 до 15. Это раз. И весь мусор, который мы собрали, мы весь его увозим. И касается районов, там где сегодня усиленно начинают производить обрезку деревьев и ветки все лежат в газонах. Это вызывает, еще раз повторяю, чувство протеста у горожан. Уберите их. Далее коротко о других событиях дня. Самарского кинолога будут судить за убийство кошки. Расследование уголовного дела завершено по версии обвинения 6 октября 2016 года. Женщина на глазах малолетних детей бросила под колеса мимо проезжающего автомобиля беременную кошку. Животное погибло. Сейчас дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд. В районе Самарского железнодорожного вокзала погиб мужчина. По предварительной версии он стоял очень близко к путям на насыпи, в результате чего его сбил тепловоз. У пострадавшего отрезало голову. А мужчине известно, что ему 45 лет. Он из ближнего зарубежья был прописан в одном из сел Оренбургской области. Пойман налетчик, который вынес из Самарского банка около миллиона рублей. Преступление было совершено 31 марта на улице Победы. В офис зашел посетитель в маске и капюшоне, вооруженный пистолетом. Он потребовал отдать ему все деньги, сложил их в пакет и скрылся. Чтобы установить налетчика, полицейские изучили видео с камер наблюдений, проверили граждан, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. В итоге задержан 33-летний мужчина, он признался в содеянном. У него изъяли часть похищенных денег. По словам задержанного, он пошел на преступление из-за накопившихся долгов. Мужчина играл в азартные игры. В Самаре запретят парковаться на улице Новосадовой. Это связано с ее ремонтом, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. Так, на участке автодороги от северо-восточной магистрали до улицы Первомайской, с левой и с правой стороны будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. В ближайшие дни там установят соответствующие знаки. Данные ограничения будут действовать до завершения ремонтных работ. В Самарской области с 20 по 22 апреля пройдет всероссийская акция «Библионочь-2017». В эти дни библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры будут работать в ночное время. Так, Самарская областная научная библиотека представит программу «Экология по-новому». Это интеллектуальные квеста взамен компьютерных игр, каллиграфический диктант вместо тривиальных сообщений в социальных сетях, живые книжные выставки взамен скучных книжных шкафов, классическая музыка на смену попсей городскому шуму. На площадке «Экология творчества» все желающие смогут научиться технологии 3D-иллюстрирования. Искусство юношей питает. Делегация Самарской области отправилась на 16-й молодежные дельфийские игры России. Соревнования будут проходить в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. Каждый год на состязания со всей страны собираются музыканты, поэты, танцоры, театральные деятели. Лучшие получают награды и Самарская область надеется в этом году завоевать золото. Делегацию на железнодорожном вокзале провожала Олеся Корецкая. Каратая «Время за ожиданием поезда» Евгений Исаев повторяет одну из любимых композиций «Ехал казак за Дунай». Четыре года учебы в музыкальной школе не прошли даром. Юный музыкант едет в Екатеринбург на дельфийские игры. Мечтает играть на баяне всю жизнь. Сначала я хотела на фортепиано, но потом услышала этот звук и сразу не боялась. Рядом в игре на балалайке упражняется Федор Павлов, один из самых юных участников Самарской делегации. А ты мастер? Ну, не прямо уж мастер, пока еще учусь, но есть немного. Я больше волнуюсь. Это очень почетное мероприятие, и я на этом мероприятии первый раз. В этом году Самарскую область на дельфийских играх представляет рекордное количество участников – 72 человека. Это ученики и студенты музыкальных и художественных школ, артисты театра, парикмахеры, кулинары, победители региональных этапов дельфийских соревнований. В этом году мы представляем 15 номинаций. Это тоже, как никогда, много. Поэтому надеемся, что все-таки наши шансы на победу увеличиваются, потому что Самарская область всегда занимала высокие позиции в рейтинге российских дельфийских игр. Мы приезжаем на Урал, мы приезжаем в Екатеринбург. Это консерваторский город с великолепными традициями, с очень сильными участниками. И у наших ребят стоит поистине серьезная задача на выезде показать все, что они могут. Вечерняя суета на вокзале стихла. Не каждый день в зале ожидания исполняют русские народные танцы. Сотязания в искусствах будут проходить в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля. А Самара будет ждать своих участников с победой. Екатеринбург, жди нас! Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. На этой неделе наш телеканал начинает новый проект «Письма с войны». Идею поддержали в руководстве федеральных проектов партии «Единая Россия». Крепкая семья и России важен каждый ребенок. Настоящие фронтовые письма, в том числе наших земляков, в телевизионном эфире будут читать дети-сироты. Сюжет Инессы Панченко. Дорогая Галюся, пишу эту записку в торжественной обстановке, перед вступлением в бой. Какая же я тогда смешная была. Я же подумала, что все это ненадолго. Ты помогала мне всегда. Наверное, все-таки, кто любит, ты добрее к людям. Прощай, мамочка. Я погибаю. Не плачь обо мне. Письма с фронтов Великой Отечественной и документы огромной силы. В пропавших порохом строках грубость окопных будней и нежность солдатского сердца. Такие письма хранятся во многих семьях. По ним изучают историю и учатся любить родину. Большинство воспитанников детских домов никогда не видели своих дедов и прадедов. О войне знают лишь из фильмов и сухих уроков истории. Я бы хотела свою семью знать немножко больше, чем знаю. Я бы хотела узнать о своем дедушке, какой он был вообще, участвовал ли он в это военное время. Развитие патриотизма и интереса к истории – только одна из целей проекта. Каждая из писем адресована родным и близким. В каждом – бесконечная любовь и забота. Эти незримые нити помогали бойцам защищать родину до последнего. И эти письма помогут воспитанникам детских домов понять важность семьи в жизни каждого человека. В будущем они создадут свои семьи, которых сегодня у них нет. И нашим детям, детям, которые остались без попечения, и детям, которые остались сиротами, очень важно почувствовать себя именно в кругу семьи. И эти письма, письма, написанные родным людям, ведь начинаются они как милая, дорогая, любимая. Вот это прочувствовать, пронести через себя, вот этот момент, я думаю, у них в памяти останется. У него была дочка, вот, и он думал, что вдруг я умру, и как она будет одна. Разного возраста, послушных и отчаянных, строки из войны тронули каждого ребенка. Ребята размышляют над ними и примеряют на себя. Чужие письма – как уроки жизни. Им они помогали выжить, нам – оставаться людьми. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, Константин Головин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят сюжеты к следующим эфирам. Очистят историю от мусора. На месте археологических раскопок в Самаре пройдет субботник. Готовность номер один. На главной площади Самара состоится строевой смотр гарнизона полиции. Детство в лагерях. Специалисты расскажут, как можно забронировать льготную путевку. Актуальные темы и откровенный диалог. В четверг, 20 апреля в 19.30, сразу после вечернего выпуска события, в прямом эфире нашего телеканала, выйдет программа с участием главы Самары. Вопросы Олегу Фурсову можно будет задавать по телефону 202-11-22. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok